Марина Кабатюк Марина Кабатюк Марина Каботюк Ну, также и Минсельхоз, и Госкомитет по имуществу, и Госкомитет по информации и так далее. И поэтому принято решение о том, чтобы сконцентрироваться только на том, чтобы в этом блоке остались исключительно там министерства, отвечающие за развитие экономики, да. И плюс к этому структурирован блок, отвечающий, скажем, за строительный энергетический комплекс. Много шло вопросов о том, что если Министерство строительства и Госкомитет по жилью, да, так сказать, и ценным тарифам устанавливает определенные тарифы для населения или предприятия, то Государственная жилищная инспекция, которая вынуждена и обязана их контролировать, она не может находиться в этом же блоке, да. Она выведена, и теперь она осуществляет, она и до этого, правда, существовала независимая, да, так сказать, оценка этой действии, но теперь она полностью выведена даже из этого подчинения. Плюс к этому, значит, сокращен состав правительства, если раньше было 18 человек, то в сегодняшний момент по, скажем, закону, да, и по постановлению по указу главы осталось всего вместе с главой 11 человек. Это плюс? Ну, я думаю, что да, потому что вот год работы, ведь это изменение произошло не сразу, да, так сказать, то есть год работы показал о том, что такой количественный состав, как 18 человек, да, для такой республики Карелия это много. Вот, например, взять там, например, 5-миллионный Санкт-Петербург, город, который проживает в весьма компактных территориальных, значит, территориальной схеме, да, вот, не сравнить с территорией республики Карелия, да, значит, там состав правительства на 5 миллионов, да, вместе с губернатором 15 человек. То есть это говорит о том, что для принятия решений время прохождения бюрократических процедур сужено до минимального. В республике Карелия это, во-первых, там 600, там, 650 тысяч жителей в среднем, и при такой огромной территории, при таких разбросах, да, сказать, где находятся органы местного управления, районы и так далее, иметь 18 человек, когда необходимо принимать моментальные решения, например, с теми же поводками, с теми же наводнями, с теми же принятиями, так сказать, оперативных решений, да, получение 18 подписей, 18 процедурных решений, ну, это очень много. Ну, и потом, если мы говорим об антикоррупционной направленности, да, если у нас 18 человек, ну, это действительно так, это не наша история, это федеральный законодатель, 18 членов правительства, как должностных лиц выведены, по сути дела, из антикоррупционного законодательства, ну, давайте хотя бы их будет 11. Почему разъединили в два отдельных комитета туризм и транспорт? Значит, Госкомитет по туризму, значит, выделили из структуры Министерства по делам спорта, молодежи и туризма. Ну, на самом деле, как показал вот и предыдущий опыт, вот это образование, да, где оно было соединено, во-первых, надо спросить того, кто соединил, потому что, насколько мы посмотрели, изначально это была в Карелии самостоятельная структура, потому что, в принципе, это один из локомотивов привлекательности Карелии, это туризм. Он должен быть самостоятельным, он должен иметь самостоятельное отдельное финансирование, как самостоятельную отрасль, которая в качестве этого локомотива выведет всю Карелию и как вот, да, наши соседи, финны это сделают. Поэтому вопрос не почему мы ее выделили, а почему она была слита вместе с молодежью и спортом. Вот это решение было неразумным, мы просто восстановили ту систему, которая была раньше. То, что касается транспорта, то это же второй ответ. Я думаю, что тут всем жителям Карелии понятно. Когда видишь дороги, видишь, на каком уровне у нас находится транспортная доступность, в том числе и инвесторов и так далее, понятно, что это второй локомотив, который тоже должен стать привлекательным, который, в принципе, является той же базой для развития и привлечения не только инвестиций, но и создания жизни, удобной для всех жителей. Какова цель была объединение госкомитета позже КХ и Минстроя? Здесь тоже логика очень простая на сегодняшний момент, потому что Министерство строительства в последнее время, оно, помимо того, что имело определенные функции, оно имело много пересекающихся вопросов, связанных с тем же госкомитетом по жилищному коммунальному хозяйству и так далее. Это в том числе и строительство вопросов, связанных со строительством газопроводов, и многие вопросы возникали, скажем, на стыке интересов. То есть Минстроя строит какой-то объект, вводит в эксплуатацию, что госкомитет по ЖКХ должен подвезти туда трубы. И понять, кто из них, значит, за что отвечает, и почему объект не сдается вовремя, было трудно. Теперь я думаю, что таких вопросов не буду. Простите с одного. Константин Золевич, ну вот новый состав правительства журналисты окрестили пришлым, посчитав в количественном соотношении, что все-таки большее количество людей – это специалисты из длинной области. Это нормальная практика, на ваш взгляд? Я считаю, что считать членов правительства по месту прописки – это ненормальная практика. Можно посчитать по группе крови. Вот, например, мы же не посчитали, сколько у нас, например, группу, там, два резус положительные, там, или по цвету глаз. У нас, например, в составе правительства одна, так сказать, женщина, Малентина Васильевна Улич. Поэтому я считаю, что по такому критерию считать, как бы, неправильно. Это, понимаете, этот вопрос, на самом деле, я не знаю, как в Карелии, да, так сказать, но в истории он возникал неоднократно. И в этой связи я просто могу сказать, что тот же самый вопрос, например, задавал Лиден Джонсон, там, в 64-м году, президент Соединенных Штатов. И он ответил на него, надо перестать спрашивать, откуда ты приехал, и надо начать спрашивать, что ты можешь делать полезно для республики. Я соглашусь с вами, потому что, ну, еще, наверное, при царе приглашали заморских специалистов. Единственное, что… Но основателем русского государства являлись рюрики. Это то самое слово, которое у нас сейчас некоторые употребляют, не имея понятия о его происхождении. Как вы считаете, слово «варяг», оно считаете, его можно считать сейчас оскорбительным? Просто так часто оно сейчас в прессе обсуждается и поднимается. Для вас лично это оскорбление или вы приемли? Ну, во-первых, так сказать, слово «варяг», да, я как историк, окончивший исторический факультет, так я знаю его происхождение. Значит, с одной стороны, это была, ну, скажем, наемная гвардия при Византийской империи, да, а второе, это были как раз те приглашенные управленцы на современный момент, да, которые были приглашены русскими племенами, там, древлянами, полянами и так далее, которые в силу своих племенных обычаев не смогли договориться, и они привлекли этих управленцев, да, которые пришли со Скандинавии. И потом их уже Европа, Западная Европа, начал называть варягами или русичами. То есть на самом деле слово «варяг» и слово, так сказать, «русское государство» были тождественны. Поэтому, а что в этом может быть обидно или не обидно? Это профессиональные управленцы, которые имели свой опыт и которые решили его принести, значит, на русскую землю. То же самое, если касательно, так сказать, нашей ситуации. Мне кажется, вот когда есть бизнес, да, а на сегодняшний день есть многие успешные бизнес-компании, в том числе и Карелия. И когда возникает вопрос о том, что для привлечения, для развития бизнеса, для сокращения всех этих, скажем, административных издержек, привлекают людей, которые имеют какую-то определенную практику, опыт, да, которые имеют, скажем, там, какой-то, скажем, талант. Самое главное в масштабе республики – это уметь сочетать вот эти, скажем, административные таланты и культурные традиции. Это и есть расширенный порядок. Константин Золич, ну вот уже практически состав правительства сформирован. Осталось только узнать, кто же займет кресло заместителя главы по региональной политике. Есть ли какие-то сроки назначения? Ну, выполнение на сегодняшний момент обязанности исполняет Валентина Васильевна Улич. Вот, то, что касается сроков, я думаю, что на этот вопрос может ответить только глава республики. Ждем. Ну и последний вопрос – новая структура. Какие еще новшества, какие плюсы, на ваш взгляд, появились? Ну, я могу сказать только одно, что вот, исходя из того опыта, который был в течение года, мы специально смотрели, как эта структура работает. Ну, я могу сказать только одну простую вещь. С точки зрения жителей, эта республика, эта структура будет более эффективна. Почему? Потому что более забюрократизированная система, опять же, которая нам, вот говорят, что, значит, там, я тоже слышал, говорят, да, сказать, это вариант нелидовского правительства или ненелидовского правительства, или там квазинелидовского правительства. Вопрос заключается в том, что та структура, которая была, имела четыре уровня согласований. Глава республики, первые заместители, заместители и дальше министры. Для того, чтобы принять решение, пройти эти бюрократические процедуры ни одному, значит, нормальному человеку невозможно. Сегодня структура представляет собой двухзвенную структуру. Значит, глава республики, ему напрямую подчиняются члены правительства, все, которые введены, они понятно, кто подчиняется главе республики, и дальше министры. То есть, я так полагаю, что документ оборот сократится раз в шесть. И я понимаю, что для карельского наглоплательщика это большой плюс. Я думаю, что к сентябрю, после того, как уже будет совершен состав правительства, мы выйдем с инициативой о существенном сокращении расходов на содержание госаппарата. Ну что ж, я думаю, что узнать, насколько эффективным окажется новая структура правительства, жители Карелии смогут совсем скоро. Спасибо, что пришли, я желаю вам удачи в вашей работе. И вам спасибо. А вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, это была программа ГОСТ-студии. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!